Всем привет! В этом видео я покажу, как проапгрейдить свой персональный компьютер всего за 3 доллара. После чего такой ПК получит доступ к выходу как по Bluetooth, так и по Wi-Fi беспроводному соединению. В качестве примера я буду использовать довольно популярные и качественные адаптеры. Это USB-модуль Wi-Fi и USB-модуль Bluetooth, которые я недавно приобрел на Алиэкспресс по акционной цене. Полтора доллара за штуку. Ссылки на продавца, у которого покупал, размещу ниже в описании под этим видео. Итак, приступим. Начнем с распаковки, обзора и подключения USB-Wi-Fi модуля в виде антенны. После чего перейдем к данному Bluetooth-модулю. С лицевой стороны упаковка Wi-Fi адаптера выглядит следующим образом. С оборотной стороны имеется специальная сопутствующая информация по характеристикам данного устройства. А именно, здесь указано, что данный Wi-Fi модуль имеет максимальные скоростные характеристики до 300 Мбит в секунду. И совместим с такими операционными системами, как Linux, Windows и macOS. Кому нужно более детально ознакомиться с возможностями данного девайса, просто нажмите на паузу для изучения его характеристик. А мы пока идем далее. При вскрытии упаковки USB-Wi-Fi модуль выглядит следующим образом. Его антенна как складывается, так и раскладывается. Обращаю ваше внимание, что существует много похожих различных аналогов данного Wi-Fi модуля. Но качественным и стабильным является тот, в котором установлен чип Mediatek MT760. Так что уточняйте это у продавца заранее, если вы будете его покупать в другом месте. Чтобы вам было более наглядно понятно, я вскрыл данный модуль. И так он выглядит внутри. Со стороны разъемов подключения он выглядит так, где видно, что он имеет чип на 40 000 МГц с антенной связи. С другой его стороны имеется тот самый качественный чип Mediatek MT760. Итак, с этим разобрались. Подключаем данный Wi-Fi адаптер к моему ПК. Перед тем, как его подключать, я протестирую скорость моего кабельного интернет домашнего соединения. А потом сравним данную скорость со скоростью подключенного Wi-Fi адаптера при подключении к Wi-Fi роутеру моей домашней сети. Кстати, тарифный план моего домашнего интернета до 100 Мбит в секунду. Итак, по завершению теста видно, что в принципе скорость кабельного соединения соответствует моему тарифному плану. Скорость скачивания и загрузки почти 100 Мбит в секунду. Далее делаем следующее. Сворачиваем данное окно. На рабочем столе Windows сжмем правой кнопкой мыши кнопку Пуск и открываем диспетчер устройств. Теперь берем данный USB Wi-Fi адаптер и подключаем его в любой свободный USB порт на материнской плате персонального компьютера. После чего в диспетчере устройств видно, что он здесь появился в сетевых адаптерах. И читается как 802.11n USB Wireless LAN Card. Далее если зайти в доступные сети в правом нижнем углу рабочего стола, то видно, что подключение по Wi-Fi здесь так и не появилось. Чтобы активировать подключенный Wi-Fi модуль, заходим в него в диспетчере устройств и нажимаем здесь включить. Далее. И закрыть. После чего опять заходим в настройки сети. И как видно, теперь у нас появилась возможность подключиться здесь по Wi-Fi сети. Чтобы подключиться с ПК к Wi-Fi сети своего домашнего роутера, необходимо отключить кабельное соединение. Для этого я нажимаю по значку кабельного соединения правой кнопкой мыши, захожу в параметры сети, открываю дополнительные параметры сети и отключаю здесь кабельное Ethernet подключение. Закрываю кнопку параметров и опять захожу в доступные подключения. Нажимаю здесь Wi-Fi, данную стрелочку и подключаюсь к своему Wi-Fi роутеру. Как видно, значок Wi-Fi сети появился. Теперь мой персональный компьютер подключен к интернету не по кабелю, а по Wi-Fi соединению, благодаря подключенному к Wi-Fi модулю. Давайте протестируем его скоростные характеристики. Для этого я буду использовать тот же сайт для измерения скорости. Как видно, скорость беспроводного соединения стабильная. Скорость скачивания и загрузки составляет более 80 Мбит в секунду. Как для Wi-Fi соединения, это отличная скорость. Учитывая мой тарифный план кабельного интернет соединения до 100 Мбит в секунду. Итак, с Wi-Fi модулем разобрались. Приступаем к обзору и подключению Bluetooth USB модуля. Данный модуль также качественный и имеет много положительных отзывов. Модель модуля и его характеристики указаны с его оборотной стороны упаковки. Модель EST-BT07. Версия Bluetooth 5.1. Дистанция соединения до 20 метров. При вскрытии упаковки в ней имеется инструкция в виде книжечки. Сам же USB Bluetooth адаптер выглядит следующим образом. И на нем имеется соответствующая надпись. Итак, приступаем к его подключению. Берем и подключаем его в свободный USB порт материнской платы персонального компьютера. Делаем это соответствующей стороной его подключения. После подключения видно, что Bluetooth адаптер отобразился в диспетчере устройств. Если открыть сетевые подключения, то видно, что здесь появился значок Bluetooth соединения. Теперь к компьютеру можно подключать любые Bluetooth устройства и гаджеты. К примеру, чтобы подключить Bluetooth колонку к персональному компьютеру, делаем следующее. Включаем Bluetooth колонку и на компьютере в доступных Bluetooth устройствах подключаемся к обнаруженному Bluetooth устройству. Все быстро и просто. В итоге, за 3 доллара на своем ПК, я получаю доступ как по Wi-Fi, так и по Bluetooth соединению. Что очень удобно в различных ситуациях. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!